Сегодняшняя тема По недосмотру взрослых утонули 10 детей. Один 16-летний подросток повесился. Это произошло в детском загородном лагере «Красная горка» Свердловской области. По стакану 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» и стакан 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» возбуждено уголовное дело, сообщает РФ Дети.ру. Причиной массовых отравлений детей стало употребление некачественных продуктов питания и воды, нарушение условий производства и хранения, несоблюдение гигиенических норм персоналом пищеблоков. Во многих случаях персонал скрывал информацию об отравлении. Так, 93 ребенка пострадали в санатории «Сосновая роща» Ставропольского края, 84 отдыхающих заболели в лагере «Чайка» Тверской области, 73 ребенка пострадали в детском лагере «Парус» Новгородской области. В Севастополе в частном лагере «Успех», который вообще не имел разрешения на свою деятельность, дети спали на полу и пили техническую воду. Какие нарушения выявила прокуратура в детских лагерях Петербурга, можно прочитать здесь «возбудителей заболеваний» «золотистый стафилококк», «сальмонеллез», «ротовирус» выявляли не только у детей, но и у сотрудников лагерей. А это говорит еще и о нарушении законности в их трудоустройстве. Помимо 15 вспышек массовых отравлений, в лагерях было зафиксировано два случая заболевания детей менингококковой инфекцией. По случаям отравлений возбуждены и расследуются уголовные дела. Безопасность детей находилась на низком уровне, а в некоторых лагерях вообще отсутствовала. Были случаи преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и жестокого обращения с детьми. Так, воспитатели вожатой оздоровительного лагеря «Березка» Республика Хакасия заставляли детей, которые не хотели спать в тихий час, стоять в нижнем белье в спальне детей противоположного пола. Против персонала возбуждено уголовное дело. Павел Астахов считает, что для обеспечения безопасности несовершеннолетних необходимо ввести обязательную паспортизацию учреждений, работающих в сфере детского отдыха и оздоровления. В документ должны быть внесены сведения об обеспечении безопасных условий для жизни и здоровья детей. Также необходимо ввести в штат учреждений профессионально подготовленных специалистов соответствующего профиля.